МИАЛ-С Дорогие наши зрители, в течение уходящего года нам было безумно приятно получать от вас такое огромное количество тёплых писем, открыток, денежных переводов, бандеролей, даже посылок. Наложенным платежом, правда, но всё равно приятно. И вот сегодня, когда вы уже, очевидно, готовитесь к Новому году и запасаетесь шампанским, мы приготовили для вас сюрприз. А что случилось? Да, шампанское в кладовке прорвало. А, ты поэтому такой мокрый. Я не мокрый, я полусухой. Ну, допустим, ты полусладкий. Пойду переоденусь. Пожалуйста. Извините, это был сюрприз не для вас, а для меня. Так вот, сегодня мы решили показать вам те сюжеты, которые вы вот в этих всех своих письмах просите нас для вас повторить. Ну, вот, к примеру. Письмо от Ирины Петровны Самец из села Нижние Конечности. Ирина Петровна пишет. Мне очень нравятся все ваши истории, особенно те три, которые смешные. Покажите, пожалуйста, какую-нибудь из них. Иван Степанович Страхолюдин просит нас поздравить свою жену, Веру Васильевну Страхолюдину. Он пишет. Пусть те несколько дней жизни, которых я ей от души желаю, будут долгими и счастливыми. И просит показать ей напоследок веселую историю. Володя Сидоров, завода, рабочий завода «Электрослабость», просит нас поздравить какой-нибудь историей своего друга Сергея, который вот уже три недели прикован к постели. У него медовый месяц. Ну что же, с удовольствием выполняем все ваши заявки. Городок по просьбам трудящихся. Городок по просьбам трудящихся. Я спрашиваю, Эбметь, кто это написал? Ну я же вам сказал, Бетховен написал. Я последний раз, Эбметь, спрашиваю, кто это написал? Ну я вам говорю, Бетховен. Ой! Руки вверх! Идем к себе! Быстро! Быстро! Деньги! Деньги! Все? Нет, только за январь. Быстро! Хватит? Хватит. Ну? Кто следующий? Он. Он, он. Я? Ты? Ну да. Анна Степановна, подержи. Держи. А не надо мне. Не, не надо. Почему? А у меня свой есть. Мне же пенсию за весь год получить надо. Артиллеристы, Сталин дал приказ. Зачем ты наших мокрей? Городок по просьбам трудящих. Ну да, я слушаю вас. Ну да. Да, 106 номер, да, я слушаю вас. Конечно, я, я все поняла, родной. Будет хорошая девушка. Конечно, экзотическая. Ох, я понимаю, понимаю. Ну, подождите немножечко. Эдик. Попал. 106 номер. Угу. У тебя на обслуживании. Угу. Очень серьезный человек. Так. Иностранец. Угу. Он хочет хорошо провести вечер. Угу. Просит на ночь. Угу. Просит на ночь что-то. Ну, ты понимаешь, и такое экзотическое. Да. Ну, Павел Павлович, желание клиента для нас закон. Я пошел за человеком. 106. Кхе-кхе. Спасите. 106? Это я. Да? Скоро? О, какая экзотика. Угу. Так. Ну, ты все помнишь? Конечно. Что он хочет? Все хочет. Знаю, что хочет. Ну, что хочет он? Как ревни. Экзотику. Только побольше. Экзотики. Побольше. Давай, козел, стучи уже. Все, стучу. Стучу. Экзотики, экзотики, о мой господин. О, нах, 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 нах. Мой победитель. О, нах, нах, нах. Нах, нах. Ах, нах, нах. Шайтановые люди. Паразиты. Я вас что просил мне привезти? Я экзотика просил привезти. Экзотика. Тьфу, на вас. Так, вот это письмо к нам пришлось с Дальнего Севера, из города Эскимоск на Палочке. Кино к нам привозят редко, далеко однако. Но даже когда привозят, многие фирмы до нас не доходят. Шибко умные. Поэтому мы так любим вашу передачу. В ней нам все ясно и понятно. А вот нам пишет наш старейший переводчик Михаил Семенович Сурдопер. Он пишет. Я как специалист считаю, что важнейшим из искусств сейчас для нас является перевод американского кино. Сурдопер. Но как гражданин я предпочитаю хорошие отечественные фильмы. Однако положение у нас такое, что фильм либо хороший, либо отечественный. Ваши фильмы, безусловно, относятся к отечественным. Что читаешь, Василий Иванович? Да вот, Петька Фурманов про меня книжку написал, видал? Чапаев называется. Ага, я тоже хотел было прочитать, что он там про меня набрехал. Но я же читать не стал до конца читать и бросил. Бросил. А вот это вот неправильно, Петька, бросил. Книжку надо до конца дочитывать. Темнота-то. Самое главное, самое интересное всегда в конце. Братцы, белые, пропали мы. Совсем пропали. Где белые? Да мы с ним везде вокруг белые. Канах. Канах, 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 Канах. Канах, 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 Канах. Поинный. Ничего не скажу. Поинный. Прорвемся, теченье. Василий Иванович, белые близко. Ну где ты? Иду, иду. Ой, господи. Чего это на тебе? Чего, чего? Я же тебе говорил, Бураку, книжки надо до конца дочитывать. Еще письмо. Хочу поделиться с вами интересной историей. Может вам пригодится. Позвонила мне жена товарища. Говорит, что он уже неделю лежит и смотрит в потолок. Я пришел, а у него оказывается экстенза. А экстенза, это что, болезнь такая? Экстенза, экстенза. Это такие французские натяжные потолки. Ну и почему он на них неделю смотрит? Говорит, от них глаз оторвать невозможно. Спонсор программы «Городок» компания «Миал-Эс». Французские натяжные потолки «Экстенза». А вот это письмо от Трали Вали. Что за Трали Валя? Нет, фамилия у человека Трали, а зовут Валя. А, понятно. Так, мне уже 30 лет, а замуж никто не берет, потому что, говорят, меня не за что взять. Поэтому у меня все время плохое настроение. Покажите мне, пожалуйста, одну из ваших сказок. Они очень веселые, и у них всегда хороший конец. А мне этого сейчас очень не хватает. Сказка. Прибежали в избу дети. В попыхах зовут отца. Трали Валя, Трали Валя, Трали Валя. Опять мертвеца. А так хотелось хоть сегодня рыбки поесть. Так, нам пишет медик Семен Степанович Неунывака. Да. Я медработник с 30-летним стажем, врач-сексопатолог, инженер человеческих. Ну, тут дальше пошли специальные термины. Время сейчас тяжелое, особенно для нас, медиков, но под Новый год не хочется думать о грустном. Поэтому, пожалуйста, покажите мне что-нибудь страшно смешное, а не то, что мне обычно показывают. Кинокомпания «20-й век Холмс» представляет. Пчела Баскервилли или последнее дело доктора Ватсона? Добрый вечер, Ватсон. Как бы догадались, что это я, Холмс? По грязи на ботинках, Ватсон. Да я же почистил свои ботинки, Холмс. Да, но вы надели мои. И потом, что это за шляпа, что за конспирация, Ватсон? О, дед, это не конспирация, Холмс. Еще варианты есть? Элементарно, Ватсон. Вы надели эту шляпу, чтобы вас не покусали пчелы. А вот и, дед Холмс, впервые вас подвел ваш дедуктивный метод. Я додел эту шляпу, потому что оди меня уже покусали. АПЛОДИСМЕНТЫ Вчера мы получили письмо от шестилетнего Кости из города Чугуева. Всем коллективом мы разбирали его милые детские каракули. И кто тебя только, Костя, таким словам обучил? А вот еще одно письмо. Так, это не нам, это тебе лично. От кого это? Из армии. Из армии. Интересно. Дорогой Юра, по поручению всего нашего экипажа пишу тебе письмо. Мы служим на военном флоте. В нашей эскадре пять кораблей. Эсминцы рвущиеся, трущиеся и лопающиеся. Крейсер нерентабельный и линкор заядлый. Правда, на воде держится только один, остальные держатся под водой. Для поднятия духа нам часто показывают вашу передачу, особенно те места, где ты изображаешь женщин. Мы, конечно, ребята простые, поэтому не можем правильно оценить какой-то актер. Но, как женщина, ты нам очень нравишься. Многие повесили твою фотографию и, глядя на нее, вспоминают о женах, невестах, которые ждут нас на гражданке. Желаем тебе больших успехов. Экипаж миноносца нерешительный. Если не жалко, вышли нам еще какие-нибудь красивые картинки. Спасибо. Верни, Саша. Ой, плохо мне одной одиноченькой. Уехал мой царь, батюшка. Господин мой, одну меня оставил. Ой, плохо же женщине одной. И никто же не слышит ее. А муж на выдуву уехал. Трица. Слышь, Трица. Ты одна? Одна, батюшка добрый молодец. Совсем одна. Слушай, а где наш царь-государь? Или, как народ говорит, отец родной? Где он? На выдуву уехал. Земли воевать уехал. Вот и ну. А когда будет? Ну, кто же знает. Когда он будет? На вынушу уехал. Может, и совсем не будет. Ну, завтра точно не будет? Да, не будет. Точно не будет? Ну, точно. Ну, вот так я не будет его, не будет. А что? Ну, царица, как говорится, будем жить. Подожди. Художник Глинка. Жизнь за царя. Реклама. Татьяна открыла для себя новые прокладки. Я мастер спорта международного класса по плаванию. Раньше, в мои критические дни, я вынужден был прекращать тренировки. Но с тех пор, как я открыла для себя новые прокладки ультра-минус, я могу тренироваться ежедневно. Прокладки отлично впитывают влагу, посмотрите сами. Ультра-минус, а главное – сухо. А вот письмо от очень интересного человека. Нас поздравляет с Новым годом народный шпион СССР, мини-агент 15-ти разведок, автор популярного справочника «Коды подъездов России» Юстас Алексович Штирлиценко-Мюллерман. Он же... Да, он просит не называть его фамилии, и, в общем, мы выполняем его позже. Вот письмо от зрительницы из города Белюбердянска. Мой муж смотрит по телевизору всё подряд, и только когда начинается ваша передача, он его выключает и замечает меня и детей. Большое вам спасибо. Не знаю, что бы я без вас делала. Поздравляю вас с Новым годом и желаю, чтобы ваша передача выходила как можно чаще. Вот замечательные люди у нас. Жизнь замечательных людей. Однажды встретились на большой дороге два замечательных русских богатыря. Здорово, дядька! Здорово, добрый молодец! Здорово! Как звать-то тебя? Звать-то меня Илья Муромец. Из какого места будешь? А из места я буду из Мурома, потому звать меня Муромец. А ты кто такой добрый молодец? А я, Алёшка, Поповий. А из какого места не скажу! Ай-яй-яй! Такая вот история. Великий американский изобретатель Самуэль Морзе любил ходить в баню. И свою знаменитую азбуку Морзе он придумал именно в бане, потому что Самуэль Морзе отличался редкой наблюдательностью. Такая азбука у него и получилась. Два коротких, один длинный, два длинных, три коротких. Замечательные советские полярники Попанин и Маманин очень любили дрейфовать. Однажды они путешествовали на айсберге. Хорошо. Тьфу! Чёртов айсберг! А мне нравится. Красиво, красиво. Да надоело. Всё время одно и то же. Хоть бы корабль какой-то показался. Корабль. Корабль! Корабль! Корабль, товарищи! Да здравствует Оз Олег Крин! Ура, 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 корабль! Ну так давай, давай, дрейфуй прямо на него. Дрейфую? Как он называется? Сейчас посмотрим. Ти-титаник какой-то. Титаник? Ага. Ну, титаник так титаник. Городок по просьбам трудящихся. Дорогие стоянов-олейников, извините, не знаем ваших фамилий. Мы всей семьей часто смотрим вашу передачу. После неё я долго с мужем не сплю. Вспоминаем ваши шутки и костюмы и сильно над вами смеёмся. Расскажите, как всё это у вас получается, как это делается. Ну, посмотрите, как это делается. Пишем. Пишем. Сейчас, когда... Субтитры сделал DimaTorzok Приготовились. Тишина. Командир пишет. Какая звёздочка. Как она красиво горит. Ой, всё ярче и ярче. Да нет, это не звёздочка. А что? Это Джордана Бруна. Такой думляк. Кто это долбанул, это стекло? Лёд. Да. Это пицца по телефону. Это она. Мне, пожалуйста, большую пиццу с мясом и овощами. Только быстро. Я знаю. Я чувствую, как ты хочешь её. Ну, потерпи. Подготовься. Ой. Я на тебя посмотрел. Телевизор. Не работает. Не работает. Туалет. Не работает. Ну, всё, понятно. Но проблем. Но проблем. Сейчас починим. Вот. Вот. Всё. Уже работает. Вот эта темнота, ей-богу. Ну, тут же русским языком написано. Вкрути. А, вкрути. Ну. Ну, что, пошли дальше? Ага. Лампочки. Лампочка. Не работает. Телевизор. Не работает. Не работает. Туалет. Не работает. Не работает. Ну, ну, проблем. В чём дело? Студия «Позитив» и компания «Миал-С» представляет Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Позитив» и «Позитив» и «Позитив» и «Позитив» И вот сегодня, когда вы уже, очевидно, готовитесь к Новому году и запасаетесь шампанским, мы приготовили для вас сюрприз. А что так случилось? А, шампанское в кладовке прорвало. А, ты поэтому такой мокрый. Я не мокрый. Студия «Позитив» и компания «Миал-С» представляет Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче Городок. Здравствуйте, дорогие наши зрители. В течение уходящего года нам было безумно приятно получать от вас такое огромное количество тёплых писем, открыток, денежных переводов, бандеролей, даже посылок. Наложенным платежом, правда Но все равно приятно И вот сегодня, когда вы уже, очевидно, готовитесь к Новому году И запасаетесь шампанским Мы приготовили для вас сюрприз Что случилось? Шампанское в кладовке прорвало А, ты поэтому такой мокрый Я не мокрый, я полусухой Допустим, ты полусладкий Пойду переоденусь Пожалуйста Извините, это был сюрприз не для вас, а для меня Так вот, сегодня мы решили показать вам Те сюжеты, которые вы вот в этих всех своих письмах Просите нас для вас повторить Ну, вот к примеру Студия Позитив И компания МИАЛ-С представляет Илья Олейников И Юрий Стоянов В русской народной передаче Городок Здравствуйте, дорогие наши зрители В течение уходящего года нам было безумно приятно получать от вас такое огромное количество теплых писем Писем, открыток, денежных переводов, бандеролей, даже посылок Наложенным платежом, правда Но все равно приятно И вот сегодня, когда вы уже, очевидно, готовитесь к Новому году И запасаетесь шампанским Мы приготовили для вас сюрприз Что так случилось? Да, шампанское в кладовке прорвало А, ты поэтому такой мокрый Я не мокрый Я полусухой Ну, допустим, ты полусладкий Пойду переоденусь Пожалуйста Извините, это был сюрприз не для вас, а для меня Так вот Сегодня мы решили показать вам те сюжеты, которые вы вот в этих всех своих письмах просите нас для вас повторить Ну, вот, к примеру Письмо от Ирины Петровны Самец из села Нижние Конечности Ирина Петровна пишет Мне очень нравятся все ваши истории Особенно те три, которые...